Сегодня у нас 13 ноября. Мы проводим подзимний посев на нашем поле, которое находится в 15 километрах от поселка Персиановский. Мы НПП ООО «Агросфера» – научно-производственное предприятие. И мы начали сев недавно. Можно сеять и раньше, но в этом году осень очень засушливая. Влаги в почве нет, дождей мало было. И, как говорится, чтобы семена не погибли, проросли и сразу погибли, то было решено посеять подзимний посев. Подзимний посев, он сеется при среднесуточной температуре от трех до пяти градусов. Все, чтобы семена только наклюнулись, но не проросли. Они потом будут прорастать, когда уже будет благоприятная погода. Это то есть может даже и март, может даже и февраль, у нас февральские окла теплые. И стадию юровизации при наклеивании, при прорастании получается пройдет. Высева мы высеваем где-то 65-70 семян на погонный метр при междуряде 17,5 сантиметров. На гектар где-то выходит 3 миллиона, чуть больше 3 миллиона штук. Это где-то 120-140 килограмм на гектар посев. Сеялки у нас две. Одна, как говорится, бразильская, монотонная, как вы сказали, монотонный диск с ребордой. Другая аргентинская, тоже. Ну так как у нас предприятие маленькое, у нас они небольшие, трех и двухметровые. Осадки полезны, когда они выпадают в сентябре месяц, ну хотя бы начало октября. Тогда они дают толк. Вы сами проезжали, сейчас заметили, что схожесть маленькая. Поля полузеленые, получерные. На этом поле мы вообще используем предшественники бобовых культур в основном. Ну, пропашных. В общем, на этом поле был горох, и он считается бобовым хорошим предшественником, и поэтому мы сеем здесь. Сначала обработали торнадо по глифосаде, глифосад это гербицид сплошного действия, убили всю растительность, а потом начали сеять. Ну, обработали это, конечно, в сентябре, в октябре, потому что сейчас бесполезно. Ремена протравливаются тремя препаратами. Один табу, это у нас фунгицид, ой, инсектицид, извиняюсь. Табу, это инсектицид, это то есть против паразитов, против жучков. Так, потом ВИАЛ-ТТ, это инсектицид, это против микроорганизмов. И подкорка, органоминеральное удобрение, это у нас культимар, используем испанский препарат. Мы сеем на глубину, глубина заделки у нас 4, ну, до 6, 4 сантиметра. Вы вермолку представлены, да? Да. Вот там запас питательных веществ. И по биологии пшеницы, по биогеологии, при нормальных условиях, этих питательных веществ вполне достаточно, чтобы проросток глубины заделки семян, допустим, это 5-6 сантиметров, вылез на поверхность, образовал первый лист, который начинает синтезировать органическую вещество. Это синтез работает. Для чего? Для того, чтобы в листьях создали, ну, повышилась концентрация углеводов, в первую очередь, сахаром, чтобы в клетках, с высоким содержанием сахара, клетки противостояли низким температурам. Чем больше листьев, тем больше вероятность накопления сахаров. А теперь, что мы имеем? Питательных веществ вернулки ноль, потому что они израсходованы на формирование проростка и первого, второго листа. И тут наступает мороз. Растение наиболее уязвимое в таком состоянии. В фазе ширца до третьего листа, это наиболее, вот, один лист, два листа, ну, в фазе третьего листа уже начинается кущение. Тут более-менее, хотя уже три листа, уже что-то растение не могут накопить. А один лист, два листа, это, в общем-то, вопрос ни о чем.